Сегодня исполнилось 85 лет с момента создания системы гражданской обороны в стране. К этому дню приурочили ежегодную всероссийскую тренировку по гражданской обороне. Федеральные, региональные и местные органы власти будут отрабатывать слаженность действий в условиях крупномасштабных ЧП. Как стартовал первый этап, министр по делам ГОИЧС Владимир Пучков обсудил с руководителями субъектов. Всероссийская тренировка по гражданской обороне в Чувашии началась в 6 утра с получением условного сигнала. Проведено оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны. В 8 прошло совещание руководящего состава гражданской обороны. Все участники получили задание. Задача состоит в том, чтобы в ходе этой тренировки еще раз проверить готовность всех сил и средств по защите населения, по обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории Чувашской республики. В первую очередь это люди и техника. Те, которые предназначены, те, которые профессионалы у нас работают, пожарные спасатели, те, которые на предприятиях и организациях на неосвобожденной основе, нештатное военноизвестное формирование по этому. Ну и само население, потому что оно тоже видит, слышит, обучается. Из истории. Впервые о защите населения задумались в годы Первой мировой войны. Поводом послужили воздушные налеты и использование химического оружия. Сегодня, спустя век, речь идет об обеспечении безопасности и спасении людей материальных и культурных ценностей не только от угроз, возникающих вследствие военных действий, но и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.